приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час и это очередной очередной обзор по основным валютным парам на сегодня 13 сентября на экране у нас пара евро доллар значит какие ожидания у нас сегодня по этой паре и чтобы вам более понятно было что у нас приключилась этой пары я вам я сейчас уменьшу чтобы вы лучше видели смотрите здесь у меня есть одна такая волшебная линия красненькая но она если переключать на разных таймфреймов и и видно вот что она практически сошлись на каждом таймфрейме вот эта красная линия снизу то есть очень сильный уровень но здесь уже нет на днях а вот h4 h1 m30 вот они прямо снизу и m15 а нами на m5 она вот сверху если еще уменьшить и смотрите получился вот такой вот если провести линию здесь и переключить на м15 то получится вот такой вот треугольничек то есть мы вошли в такой треугольничек и уже третий день как бы находимся в этом треугольнички нисходящим скажем так вот хотя даже он не нисходящий ну ну как-то так да вот видите идет на амплитуда все меньше и меньше я полагаю что сегодня вполне возможно что мы опять также будем тестировать и вот линию месяца и будем вот в этом диапазоне то есть линия месяца где-то 12147 можем даже чуть-чуть вот ниже 121 10 где-то вот так вот и можем опять таки кинуть как и вчера свечки сюда на 124 95 120 так если я где-то 125 40 где-то так ну да вот я предполагаю что мы возможно будем в этом диапазоне на сегодня дневной тренд тоже нисходящий но он такой знаете не сильно нисходящий но так как бы это правильнее сказать такой умеренно то есть показывать что возможно игру мы сегодня будем также в этом диапазоне телепатия на неделях мне тут если посмотреть подальше то по моим так прогнозом то только в конце следующей недели возможно мы развернемся наверх то есть пойдем так показывать мне неделю но до конца этой недели до конца следующей недели еще времени много поэтому что-то еще может измениться это был мой прогноз мое видение на сегодня то есть я думаю что в этом диапазоне вот от этого уровня можно становиться наверх то есть поставить buy позицию я так думаю по крайней мере я так сделал потому что вот самый важный уровень сейчас ну вот меняется 12250 где-то и видите если пробой и закрепление вот ниже ну возможно прорвемся вниз пойдем еще ниже потому что тренд на днях нисходящие видите вот мы бьем как бы вот это вот это дневные линии нисходящего тренда показывает он очень такой узенький очень слабо выраженный так слегка только вот поэтому но видите уже сколько мы ее тестируем но то линию сколько мы этот уровень тестируем а сверху другой вот на 5 минутках если взять серпу другой вот мы его как бы прошли вниз и закрепились ниже того но вот эти все здесь просто скопление на всех таймфреймах практически вот снизу такой сильный уровень сопротивление поэтому ниже ну не знаю может быть более более четко я смогу завтра сказать ну а пока вот это все на сегодня на по паре доллар евро доллар простите и так следующая пара у нас доллар франк такие ожидания мне на сегодня по этой паре видите мы пошли тоже есть вот волшебная линия это у нас таймфрейм м15 тренд на днях нисходящий но если уменьшит то ну не знаю пока сегодня еще показывает мне что сегодня еще все таки нисходящий то есть не не будем разворачиваться вверх хотя на неделях вот на завтра мне покажут что завтра возможно уже недельный тренд развернется и мы пойдем вверх то есть недельный тренд станет восходящим но вот по крайней мере желтенькие линии здесь вот пересекается на пересекается либо вот но на открытие только завтрашнего дня вот по крайней мере у меня так показывает а это нисходящий на сегодня но посмотрим возможно что мы вот сюда придем и может чуть выше еще протестируем 0 973 97 может быть даже может даже сюда 0 974 60 65 и отсюда дальше пойдем вниз вниз какие цели у нас вниз сейчас я покажу и скажу потому что видите тоже снизу и на h1 таймфрейм снизу такой уровень но посмотрим снизу вот вниз если мы пойдем вниз еще то цель только следующие ваш на днях и она находится на уровне 0 960 вот где-то здесь на находится но видите уже сколько мы находимся в треугольнике если это это я смотрю график на днях и вот смотрите сколько времени мы тут бьемся в этом треугольнике поэтому пока что у меня такие ожидания что где-то вот сюда еще раз обозначу 974 70 вот где-то можем даже сюда дойти отсюда думаю будет продолжать движение еще дальше вниз хотя здесь вот и недельная линия и линия месяца месяц пока у нас восходящий тренд но на неделях и тренд нисходящий вот вы видите уже который третий день но сегодня будет практически третий день как мы повернули вниз идем пока что тренд еще на неделях пока нисходящий только вот повторюсь что в конце дня начала открытость открытия следующего дня тренд возможно поменяется станет восходящим ну что ж вот это у меня было видение по доллар франку на сегодня следующая пара у нас фунт доллар ну фунт доллар смотрите что у нас происходит недельный тренд нисходящий но какой-то вот он развернулся только вчера показывает видите я вам говорила пересечении случилось но все-таки он пошел вверх поднялся и возможно отсюда уже пойдет вниз потому что ну конкретное было такое пересечение конкретно показывает что недельный тренд развернулся вниз да и уровень здесь вот тоже очень прошу прощения уровень здесь . очень важные вот нам важно закрепление здесь вот ниже то есть здесь что у нас какой уровень из 1 332 90 вот пробой и если вернемся сюда и закрепимся в том что это вот линии дня но на днях нам показывает что мы вверх идем то есть очень даже возможно что мы сюда придем на разворотной линии дня это 1 32905 вот это разворотная линия дня и возможно будем продолжать движение вверх пока вот на днях но такой вот получается фунт у нас достаточно такой такая фунт доллар интересная пара вот такие ожидания но видите как четко мы протестировали вот вернулись закрепились то есть вот пробились вот на открытие мы оказались выше дневной линии пробили ее вниз вернулись к ней вот протестировали закрепились ниже и пришли дальше вниз до следующей которого показа что мы канал что мы идем вверх восходящий и здесь же линия недельная 0 недельная вот эта линия такая прерывистая она показывает что наоборот мы на развернулись вниз на неделях но посмотрим по крайней мере вот смотрите вот такой вот диапазон это линия месяца возможно мы сюда до разворотной линии дня то есть 32905 или даже протестируем линии месяца 320 сколько здесь 328 56 и вот пойдем дальше вверх вот такое видение у меня по паре фунт-доллар что-то внесет язык заплетается вроде не пила вот и следующая пара у нас доллар-иена доллар-иена видите тоже опять достаточно волатильна начался день тренд на сегодня нисходящие вот мне показывает но так я понимаю что мы идем тестировать разворотную линию дня это у нас какой уровень 102 109 102 109 разворотная но видите чуть выше находится линия месяца но на месяцах как бы мы вверх идем то есть тренд восходящий 102 142 линия месяца но еще чуть выше находится вот этот вот мой волшебный такой индикатор волшебная линия но я может чуть позже все-таки выдам свои все секреты здесь этот уровень какой 102 352 ну возможно мы придем еще тестировать скорее всего я думаю что только до разворота и будем продолжать движение вниз пока мы находимся под этой линии значит тренд нисходящий на днях но на неделях тоже у нас пока еще тренд нисходящий вот такие ожидания у нас друзья по основным валютным парам на сегодня я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делитесь с друзьями и очень неважно ваша обратная связь пишите так анастасия нам интересно то что ты говоришь что что показываешь делай это и дальше не останавливайся потому что я это для вас дорогие друзья делаю мне очень важно помогает это вам хоть как-то хоть капельку начинаете вы понимаете начинаете вы чувствовать рынок и есть какие-то существенные изменения поэтому я еще раз прошу пишите задавайте вопросы я с удовольствием отвечу если нужно там моя личная консультация пожалуйста обращайтесь я с удовольствием одну бесплатную консультацию с вами проведу ну на этом все я закругляюсь желаю вам хорошего того ураганного профита хорошего и радостного дня любите себя цените цените ваших родных и близких людей и будьте счастливы благодарю вас за внимание пока пока